13.05 на часах в эфире особое мнение в студии Дарьеты Кузлиева. В гостях у меня сегодня руководитель Центра поддержки НКО, член Общественной палаты Кировской области Олег Ткачев. Олег, добрый день. Добрый день. Нас можно слышать на частоте 101.0 FM, онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте Эха Кирова. Там же вы можете оставить свои вопросы через форму анонсов. А номер для ваших смс 8909 720 101.0. Разговор начать мне хотелось бы, собственно, с событий, которые всем уже давно известны. Никита Белых находится в СИЗО, в Лефортово. Но, конечно, говорить о том, виновен или не виновен, мы сейчас с вами не будем. Пусть в этом разбираются, действительно, разбирается следствие. Мне хотелось бы поговорить в таком ключе. То есть вот глава города Владимир Быков, комментируя ситуацию, попросил воздержаться от резких высказываний. И заявил примерно следующее, что, ну, в общем-то, для Кирова никаких последствий не будет. Однако, буквально сегодня, знаю вам, коллеги уже рассказали, в Перми находится Ольга Шибека, руководитель общественной организации «Родители детей-инвалидов. Дорогу и добра». Там выставлен стенд в Кировской области, это совет округа при полномочении представителя президента России в ПФО. И стенд в Кировской области люди уже делегации демонстративно обходят. Ну, то есть это явно уже не похоже на то, что никаких последствий для Кирова, для Кировской области это иметь не будет. Ну, не знаю, можно ли называть то, что обходят другие чиновники стенд Кировской области, там, последствиями для Кирова, для Кировской области. Ну, последствия для города в том понимании, каким понимает глава города, город, тот комплекс взаимоотношений, который завязан на главе города, Ну, наверное, все-таки будут. Положительные, отрицательные, то есть все меняется. Арест губернатора достаточно сильное событие для того, чтобы изменить привычные взаимоотношения между людьми, между различными группами, между организациями. Последствия будут. Вопрос такие. То есть сейчас крайне сложно просчитать глубину и тяжесть этих последствий. Ну, вот таким вот образом. Ну, если с отрицателями, там, более-менее понятно, потому что ряд людей, там, сейчас обеспокоились кто-то лично своими проектами, от которых были завязаны на личном участии, там, Никита Юрьевича, кто-то вообще в целом какими-то аморфными большими определениями. А если говорить о плюсах, то есть о положительных сторонах, то есть... Ну, любая ротация власти, там, желательно плановая, она всегда полезна. То есть та система взаимоотношений, которая там сложилась, она со временем, то есть если она продолжается очень долго, она приводит к тому, что все приходит в некое упорядоченное состояние, в понятность. Это является и плюсом, и минусом. То есть те люди, которые уже применились к этим условиям, они уже понимают, что необходимо делать для того, чтобы развивать то дело, которым занимаются. Они уже знают, там, с какой стороны подойти, в какой кабинет принести, там, свой проект, там, где найти ресурсы, какой мотивацией воспользоваться. Хуже всего, там, достается, там, тем новичкам, которые, там, первый раз пытаются что-то сделать, они еще не знают, они еще не сориентировались. Им сложно бывает преодолеть консерватизм сложившихся отношений, сложившихся, не при них отношений, и пробиться, и стать, там, новыми звездами. Для них, там, любое обновление – это всегда шанс. Но я бы предпочитал, очень бы хотелось, чтобы, там, плановая ротация, там, кадров в системе государственного управления, она проходила планово. Не таким способом. Не таким способом. Может быть, может быть, не знаю, там, сейчас невольно анализируешь предыдущие периоды, там, вот, а надо ли было, там, выходить, там, губернатору на второй срок. Да, мы хотели, чтобы наш продвинутый губернатор остался на второй срок, чтобы продолжал практику поддержки, там, каких-то гражданских инициатив, чтобы была понятная, ну, такая-то понятная система, что к губернатору можно обратиться, что он доступен. Это было, безусловно, плюсом губернатора Белых. Но, вместе с тем, многие люди, все больше и больше, там, появлялись. Вот, та же, собственно, созданная генерация, там, людей, которые видели, что все в этой жизни возможно, и можно выходить в общественное поле и что-то делать. То есть, уже появлялись новые люди, появлялись, там, десятки, сотни людей, которые что-то пытались сделать свое. Но я вас сейчас прочитала на портале 7 на 7 в комментариях к одной из статей про Никиту Белых как раз о том, что при губернаторстве Белых все было как раз с точностью да наоборот, что прям вот эти вот гражданские инициативы, они умирали, 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 но не знаю, насколько они, правда, были до Никиты Белых, то есть я тогда этими вопросами не интересовалась. Какие-то инициативы, там, умирали какие-то, создавались, то есть, вот тут важна не роль, там, личности в истории, да, а роль той системы, которую, там, отдельная личность, там, помогла продвинуть. Вот, и в целом система была более-менее понятна. Ну, ну, действительно, срок жизни, там, гражданских инициатив, он не вечен. Какие-то инициативы, там, возникают, а какие-то, там, сходят на нет. Вот этот процесс, я считаю, естественный. Инициативы находятся в постоянной, ну, там, борьбе за выживание. То есть, чтобы их поддерживать, требуются определенные силы, там, моральные, там, душевные, просто воли организаторов. Многие организаторы, ну, просто уставали. То есть, отмирание каких-то просто естественный процесс уже? Это естественный процесс. Некоторые инициативы, конечно, не нравились власти. Конечно, она, там, ну, чему-то противодействовала тому, что считала, там, непродуктивным. Но я не думаю, что, там, во время правления губернатора Белых, там, это был, там, как бы, такой системный процесс, там, умерщвление гражданских инициатив. Наоборот, наоборот, это было время подъема, что дальше будет... Мы в прошедшем времени говорим. Нет, ну, мы же понимаем, что такое феерическое шоу с арестом губернатора, оно бесследно не проходит. И, скорее всего, эта эпоха ушла. А если говорить в контексте, вот, именно НКО, насколько они были завязаны на исполнительную власть, там, лично на губернатора, будет ли тут какие-то последствия? Да, последствия будут всегда. Вот, вопрос, какие, опять же. И, вот, мы в последние, там, год-два, мы как раз пытаемся, там... Возможно, уже просто, ну, в центре какие-то волнения, кто-то уже как-то... Нет, мы стремимся, там, НКО и консультировать, и объяснять то, что, ну, не надо слишком близко, там, сходиться с властью и, там, сливаться, там, в каком-то, там, экстазе. То есть, мы предупреждаем, что кто бы нам не нравился, кому бы мы не симпатизировали, думать надо все равно своей головой и иметь какие-то свои проекты, программы, там, не рассчитанные на опору, там, во власти. Потому что власть, что-то такая капризная, там, сегодня ты губернатор, завтра нет. Сегодня у тебя есть поддержка, там, есть какое-то финансирование, а завтра нет, и куда девать тех людей, которые... за которые уже начинаешь отвечать, там, которым необходимо платить заработную плату, если нет обещанного финансирования. Всякое может быть. Мы живем в России, здесь может быть всякое. Поэтому мы уже давно говорили, что власть это хорошо, сотрудничество с властью необходимо, там, как с легальной системой управления, там, в стране. Вот, но если мы говорим про некоммерческие организации, то это организации, созданные самими людьми на свой страх и риск. Вот, никто, никакая власть не даст нам никаких гарантий выживаемости. Ну, то есть, а можно сказать, что кировские некоммерческие организации не были вот настолько завязаны на власти, что сейчас вот все рассыпется, как домино? Я не думаю, что были настолько завязаны на власти, чтобы... То есть, какая-то независимость была? Ну, как? Независимость... Самостоятельность. Когда мы говорим о самостоятельности и независимости, в первую очередь надо говорить о финансовой устойчивости. Финансовой устойчивости у кировских НКО не было никогда. Были какие-то определенные преференции, было поощрение определенной категории некоммерческих организаций, были усилия правительства, позитивные усилия правительства, вытаскивали, говорили, давайте участвуйте в конкурсах, привлекайте средства. Мы знаем, что это были федеральные средства, федеральных конкурсов, так или иначе, и областные конкурсы, особенно во второй половине правления губернатора Белых, это были федеральные средства, распределяемые на региональном уровне. Да, большое спасибо команде Белых за то, что они сумели притаскивать какие-то средства, за то, что они помогали некоммерческим проектам, ходатайствовали, писали письма поддержки и так далее, что некоммерческие организации могли, имели какие-то шансы конкурировать на общероссийском уровне. Сейчас это системы поддержки, что будет неизвестно. Мы прервемся на небольшую паузу, после продолжим. Особое мнение на 101FM Мы продолжаем особое мнение в студии Дарьи Попузлиева. В гостях у меня сегодня руководитель Центра поддержки НКО, член Общественной палаты Кировской области Олег Ткачев. Начали мы говорить об аресте Никите Белых, вернее, о тех последствиях, которые это может принести Кирову и Кировской области. И мне хотелось бы поговорить о контексте Общественной палаты. Потому что Белых активно продвигал идею наделения Копровым законодательной инициативы со второго раза, со скрипом, не со скрипом, но законопроект прошел. Вот есть сейчас какие-то опасения, что, ну, будем уже говорить с уходом... Что отберут обратно? Нет, ну, понятно, что как бы не отберут, но придет новый губернатор, который, возможно, исполняющий обязанности, временно исполняющий обязанности, кто уже не будет поддерживать так эту инициативу. И законопроекты от АПКО превратятся в законопроекты депутата, прошу прощения, Николая Дубровина, который их вносит, но они абсолютно проходны, не находящие никакой поддержки. В том-то и дело, что Общественная палата успела получить право законодательной инициативы, и в этом большая заслуга Никита Юрьевича. И уже сейчас, уже без его участия, Общественная палата может самостоятельно вносить внесенные законопроекты или поправки действующим законам Кировской области, они, их необходимо будет рассматривать, тому депутатскому корпусу, который есть. Я думаю, что вот эти последствия, они долгоиграющие, они системные. На мой взгляд, чем больше структур, владеющих законодательной инициативой со стороны общества, тем лучше. Если раньше при любой потребности Общественная палата вынуждена была обращаться к тому же губернатору, правительству, чтобы они внесли какие-то поправки или текст закона в законодательное собрание, и там уже они смотрели, правительство и губернатор там нравится, не нравится, могут они себе позволить такое внести в нынешний политический момент, то сейчас Общественная палата это может делать вполне открыто, самостоятельно, опираясь на такое принятое решение. Здесь можно сказать, что успели в самый последний момент это сделать. Вскочили на подножку. Я думаю, что это только укрепит и позиции Общественной палаты, и тех общественных структур, которые через механизм Общественной палаты пытаются как-то влиять на общественную жизнь и на принятие властью каких-то решений. Неизвестно, кто придет новым губернатором, как сложится расклад сил в следующем законодательном собрании, но то, что они вынуждены будут считаться с официальным мнением, высказанным, с коллегиальным мнением Общественной палаты, это точно. Вот, к слову, о раскладе сил в следующем законодательном собрании. У нас тоже возникли вопросы по поводу того, что изменится ли сейчас как-то решение по поводу кандидатов от различных партий, потому что те люди, которых планировали выдвигать наверняка, планировалось, что они будут работать конкретно с Никитой Белых, против Никиты Белых. То есть как-то так вот сейчас можно? Возможно, что... Я думаю, что все все равно сейчас придет в движение, и какие-то позиции будут пересмотрены. Конечно, сейчас многие люди, которые соизмеряли свои силы и считали, что им не преодолеть политическую волю нынешней власти и не пройти, они, наверное, постараются все-таки, увидят в этом шанс и попытаются поучаствовать. Вряд ли кто-то из тех, кто уже заявился, будет отказываться, участвовать, но конкуренция только повысится. А в плане подготовки нового кандидата на пост именно губернатора? То есть говорят о том, что возможно назначение досрочных выборов. Вам видится это как? Это будет какая-то кандидатура, которую за два месяца натаскают с ноля, или это будет все же кто-то нам хорошо известный, знакомый? Так, ну, натаскают с ноля и хорошо известный, знакомый, это не синонимы, то есть, ну, это не равноценные вещи. Вот мое мнение, что... Ну, то есть, условно говоря, это будет человек из Москвы, которого нам пришлют, скажут, вот, смотрите, прошу любить и жаловаться. Из Москвы или местные, это тоже не равноценные вещи. На мой взгляд, все-таки это будет человек не местный, потому что местные люди, они все равно находятся в каких-то отношениях с действующими субъектами. То есть, они уже, там, люди, масштабы, там, могут, чем претендовать на пост губернатора, они уже являются представителем каких-то сложившихся кланов, там, со своими интересами. То есть, уже появляются аффилированные структуры, там, любой из, там, называемых кандидатов имеет, там, десятки, сотни юридических лиц, которые являются определенным, там, административным ресурсом, там, финансовым ресурсом, и вот структурой, через которую можно проконять, там, большое-большое, там, количество денег, там, размывая их, там, маленькие, там, ручейки. Вот, скорее всего, федеральный центр, там, не допустит того, чтобы был какой-то местный, достаточно серьезный кандидат, кандидата, скорее всего, пришлют, будет ли он известный, да, может быть, известный, там, я не знаю, там, великий спортсмен, там, известный, там, какой-то боевой генерал, вот, чиновник, который, там, звездил долгое время, там, теперь будет отбывать повинность здесь. Ну, почему повинность для некоторых? Кому-то повинность, кому-то награда, все зависит от масштаба, там, личности, от его претензий, амбиции, кому-то, в радость, может быть, порулить дотационным регионом. Попробовать что-то сделать. Ну, вот, к слову, там, местный, не местный, часто, когда ищешь какую-то информацию в социальных сетях, на форумах кировских, то есть, везде вот мелькает вот это вот то, что, глава города, глава региона должен быть обязательно местный, чтобы, вот, понимать все чаяния, вот, чтобы душа, вот, у него тут, вот, Закиров радеет. Вместе с тем, когда читаешь те же самые социальные сети и смотришь, насколько кировчане ненавидят свой город, ты думаешь, ну, это неужели кто-то из них сможет действительно возглавить регион? Да, это вопрос, как бы, просто такой риторики и, там, ну, так, обывательских пересудов, что нужен местный, там, вот, он будет каким-то... Вообще играет это какую-то роль или есть качества, которые поважнее, местный ты или не местный? Я думаю, что, там, качество это компетентность, то есть, если человек компетентен, если он энергичен, у него есть силы, там, и желание справляться с какими-то, там, трудностями, решать сложные задачи, вот, то особо-то не играет роли местный он не местный. Местный просто это будет привычными для себя способами, в привычной атмосфере, опираясь на привычные ему ресурсы. Приезжему придется, там, изобретать какие-то новые нестандартные механизмы или привозить какие-то ресурсы, там, из того места, куда он приехал. То есть, приезжая, там, со своей командой, там, происходят перекрестные по линии бизнесов, вот, приходят в движение, там, какие-то активы, ну, и прочее, прочее. Для федеральной власти это еще одна степень подконтрольности, там, губернаторов, то есть, когда они снимают с привычных, там, мест и начинают использовать на новом месте какие-то свои активы, заначки и так далее, то федеральная власть начинает видеть их скрытые ресурсы и их, там, какие-то заранее сделанные заготовки, которыми они начинают пользоваться, то есть, чтобы, там, еще лучше понять, от чего можно от них ждать. Вот Никиту Белых, в частности, там часто обвиняли в том, что он на все руководящие посты, должности предприятия подтаскивал пермяков. То есть, вот это вот какая-то пагубная практика, ну, условно говоря, то есть, критика была в том, что у нас тут кировских мужиков своих хватает, почему они приходят другими. Я опять говорю, вопрос компетентности, и если приезжий человек справляется, то зачем желать лучшего, вот, если он это делает эффективно. Другой вопрос, если делать неэффективно, и можно было бы сделать еще лучше, и есть конкретные, там, сильные кандидаты на конкретный пост, который бы действительно мог сделать лучше и эффективнее. Так, вот об этом стоит говорить, то есть, там, каждую фамилию можно, там, взвешивать в контексте, а есть ли у него конкуренты-то? А мог ли кто-то на его месте, там, в сложившихся обстоятельствах поступить лучше, там, сделать лучше? А были ли вообще какие-то принципиально иные, там, варианты развития реформы, там, той отрасли или другой отрасли? Или, там, федеральный центр диктует сверху одну, и это надо просто исполнять? И выбор только между лишь разной степенью эффективности и исполнителем. И последний, наверное, момент, который бы мне в свете ситуации с Никитой Белой хотелось бы осветить. Сегодняшним же у нас в эфире, в длинном развороте, министр спорта Светлана Медведева тоже высказала некие опасения по поводу другого проекта, уже, там, не относящегося ни к инку, ни к гражданским инициативам, конкретно строительства легкоатлетического манежа. И вот как-то у нее нет сейчас уверенности в том, что господин Миллер и Газпром не пойдут на попятную после вот этих событий. И тут, учитывая вот этот рассказ Ольги Шебека о том, что, ну, не какие-то рядовые люди, вот конкретно чиновники отходят стороной киосский стенд, вот тут вот на уровне крупных действительно проектов. Может ли кто-то сдать назад? Самое плохое в этой ситуации, во всей этой ситуации, это то, что сейчас ни у кого нет уверенности ни в чем. Ну, вот сейчас произойти может все, что угодно, и никаких жестких, четких гарантий не может даст никто. Ну, вот эта отрицательная сторона вот таких вот, ну, именно скандальных историй, там, с первыми лицами, и в этом, понимаете, вот это вот неустойчивое эмоциональное состояние, то есть вот эти вот глобальные, внезапные, там, передвижки всего и вся, именно поэтому и плохи. У людей пропадает уверенность в завтрашнем дне. Люди не знают, как правильно, какую там стратегию, тактику правильнее избрать, чтобы, там, довести начатое дело до конца. Что сейчас нужно делать, там, кидаться в ножки к Миллеру или к президенту, какими словами? Или сидеть тихо, делать вид, что ничего не произошло. Да, или, может быть, само пронесет, вот, и, там, обещанные средства поступят, там, в назначенное время, там, и ничего не изменится. Вот тут сложно сказать, что лучше делать, там, активно, там, барахтаться и что-то пытаться доказывать, куда-то идти, или, или все, уже, там, документы заведены, договоры подписаны, и, там, произойдет то, что, там, произойдет в плановом режиме. И, там, невозможно предугадать, там, отменятся, там, предыдущие договоренности или нет, как отреагируют на это, там, лица, на которых мы не имеем никакого влияния. У нас еще одна рекламная пауза, после мы продолжим говорить уже на другие темы. Особое мнение мы продолжаем. Дарья Токузлиева, Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки НКО, член Общественной палаты Кировской области. Перейдем, наверное, к общественному контролю за ремонтом дорог. Как-то принимали в нем участие, можно ли сейчас уже подводить какие-то промежуточные итоги? Особенно мне интересно в контексте, вот, взаимодействия с городской властью, потому что городская администрация говорит, что контакт налажен, все хорошо, и общественники выезжают все везде. Общественная палата активно принимает участие, там, в этом процессе. Насколько мне известно, контакт налажен. Лично я не принимал участия, там, вот, не выезжал, там, именно, там, смотреть на качество ремонта дорог. То есть, это занимались, там, коллеги и, там, гражданские активисты, которые, там, участвуют в этой рабочей группе. Вот, я считаю, что контакт налажен, будет ли это все продолжаться, опять же, мы сейчас в состоянии такого неустойчивого равновесия. Я думаю, что будет. То есть, эта тема не зависит от, там, первых лиц, там, региона. То есть, общественный контроль сам по себе и общественная палата продолжит это дело. С той, с тем руководством города, которое есть сейчас, контакт налажен. Я не слышал, там, там, какого-то явного противодействия. Ну, просто изначально появлялась вот информация от общественников, что где-то, там, куда-то не пригласили, хотя известно было заранее. Если бы, там, куда-то не пригласили, это, там, одно, другое дело, если бы, там, говорили, что, там, кто вы такие, там, давайте, до свидания, там, здесь вас быть не должно, там, ну, вот такого-то, конечно, нет. Конечно, к тем мнениям, которые высказываются и при посредничестве общественной палаты прислушиваются, если это мнение, ну, разумно доказано и, там, показано, там, в картинках, ну, куда девать-то. То есть, вот, как механизм, как, там, как один из проектов, там, социальных, да, это, я думаю, что будет продолжаться, вот, и я думаю, невозможно, там, за один день починить, там, все дороги. Вот, возможно, там, точным образом, там, по просьбам жителей, там, выезжать, смотреть, показывать, задавать вопросы, ну, что такое, там, с дорожным полотном произошло, вот, вот здесь, почему мы в таком состоянии. И, ну, это, кстати говоря, делалось и раньше, ведь я знаю многих гражданских активистов, которые даже без участия, там, без прямых контактов с городской администрацией просто фотографировали яму на дороге, пересылали, там, ГИБДД, ГИБДД автоматом, полуавтоматом делало предписание завлатать, и, там, реально это все отчинилось, завлаталось. Ну, то есть, просто раньше это были какие-то одиночные активисты, а сейчас появилась возможность сделать это скандинерно? Ну, да, сейчас это более похоже на какую-то такую системную работу, планомерную, с участием многих активистов и с участием общественной палаты. Да, конечно, там, от общественной палаты быстрее доходят, там, письма. А, вот, у меня, кстати, вопрос, с подачи общественной палаты уже были приняты какие-то, то есть, какие-то предписания выписаны, чтобы переделали ремонт, еще что-то? Да, такие факты были, вот, я думаю, что вот этот проект развивается в нормальном, спокойном режиме, и, там, это одна из... Ну, то есть, можно говорить, что он оправдал себя? Да, этот проект себя, безусловно, оправдал. Интернет предлагают сделать официальной площадкой публикации областных законов. С таким предложением недавно вышла вице-спикер Марина Сазонтова. Она, конечно, сразу оговорилась, что, возможно, сейчас там меня подвернут критики. Вот, может ли интернет в данном случае заменить газеты? Почему нет? Ну, насколько я понимаю, тут возникал такой вопрос, что все равно интернет есть не у всех. Ну, смотрите, там вам в некоторых, у некоторых органов есть не по одному официальному органу для публикации, а есть два-три. И пишется, что публикуется в такой-то газете и в такой-то. Но вот как раз на этих газетах просто хотят сэкономить. Просто дело в том, что можно назначить и печатный орган, и интернет как официальная площадка для публикации. Потому что в интернете обычно появляются во вторую очередь публикованные материалы после публикования в печатном органе. То есть приходится дождаться сначала газету, но мы же не покупаем там официальные газеты. Ну да, не всегда удобно, мягко говоря. Нам удобнее и проще всего залезть в интернет. Я не вижу ничего такого супероригинального или невыполнимого с тем, чтобы иметь 2-3 площадки для официальных публикаций, одна из которых будет просто в интернете. Там официальная площадка. То есть вопрос не в том, чтобы полностью убирать бумажные носители как официальный источник, а в том, чтобы добавить туда интернет. В печатном виде, мне кажется, все равно должен оставаться для хранения материалов. То есть многие люди привыкли к печатным, к твердым копиям, для того, чтобы это хранилось в библиотеке. И иногда в случаях разночтений, иногда полезно прийти в библиотеку, взять первый источник, газету за такой-то год, такой-то месяц, и прочитать, как там было написано, как там было опубликовано все-таки в оригинале. Потому что интернет все равно такая штука, мало ли. Нет, в интернете там много копий, копирований, перекопирований, вносятся искажения, какие-то комментарии появляются. Там надо четко и строго смотреть, на каком источнике ты пользуешься информацией. Какому источнику можно доверять, какому нельзя доверять. Это не то же самое, что в официальной библиотеке найти подшивку официальных газет, где вот оно как есть, так оно и есть. То, что написано пером, не вырубить топором. Интернет-источники, они более гибкие, они более оперативные. Но на предмет живучести и связанной с этим достоверности, тут возникают вопросы. То есть, как хранение данных, долговременное, долгосрочное хранение данных, интернет вызывает больше сомнений. А вот момент тогда такой. То есть, если интернет более гибкий, в том плане, что можно раньше прочитать какой-то документ, то тогда вступать в силу документа должен после того, как он опубликован на бумажном носителе или все же в интернете? Я думаю, что это несущественно, по той простой причине, что почти во всех документах написано, что вступают в силу с такого-то числа, опубликованного, может быть, раньше, но действие отдельных пунктов или целиком документа назначается с такого-то конкретного числа. То есть, это, в принципе, все в документе может быть оговорено? Да, да. И последняя, наверное, тема, которую мы сегодня хотели бы обсудить, это проект Авиатского променада. Удалось ли вам с ним уже ознакомиться? За исключением, конечно, колеса обозрения, с ним-то, я думаю, уже все давно знакомы. Вот этот вот мост, который планируют через Ленина построить, перекинуть, не знаю даже, как правильно сказать. Ну, этот мост, очередная какая-то там запредельная идея авторов променада. Мне кажется, этот мост специально нарисовали и бросили для того, чтобы отстали или от колеса, или от каких-то других элементов. То есть, это фигура, которую будут впоследствии разменивать, отказываясь от нее. Ну, слушайте, ну, этот железный мост, он закроет перспективу улицы Спаской. То есть, вот если раньше мы, стоя там, в начале Спаской смотрели, видели, что чуть ли не до горизонта уходит прямая чистая улица, то теперь она будет перекрыта какой-то железной конструкцией с винтовыми лестницами. По этим винтовым лестницам понятно, что ни велосипедисты, ни мамы с колясками, ни инвалиды по этому переходу перейти не смогут. Ну, по этим винтовым лестницам забираться наверх, потом спускаться вниз. То есть, переход для вот этих категорий граждан придется через улицу искать где-то в другом месте, просто в другом месте. Там квартал туда, квартал сюда, идти на другой светофор. Ну, это ужасно. Ну, то есть, это не функционально, это ужасно. Ну, то есть, плюсом к тому, что там не учтена троллейбусная линия. Ну, троллейбусная линия. Ну, то есть, там много вот каких-то таких вот вещей, то есть, и... Да вы считаете, что он специально сделан настолько абсурдным, что в случае чего можно было сказать, а, ну, ладно, хорошо, мы учли мнение граждан, моста не будет. Ну, да, вполне возможно. Ну, то есть, представить, что это действительно, там, люди в трезвой памяти, в нормальном состоянии будут тратить ресурсы на этот мост, чтобы кто-то мог по этому мосту пройтись, просто не дожидаясь, там, 15 секунд этого светофора, вот, ну, странно. А в целом, вообще, вот этот сам проект пешеходной, вот этой вот зоны? Вот, просто интересует... Явно ведь не только мост и не только колесо, вот элементы этого променада. То есть, скорее всего, планируются ещё какие-то... Просто мы так вот толком не смогли разобраться, даже глядя на этот проект, что, собственно, кроме вот этого моста и колеса обозрения авторы предлагают. Я думаю, при планируемых капиталовложениях, там, в такие объекты, вот эти два объекта, там, не могут, там, оправдать, окупить, там, весь проект. Скорее всего, в проект заложено что-то, что будет находиться ещё посередине. То есть, если это будет выкупаться вся улица, и вся улица будет сделана, как, там, единое, там, какое-то пространство для развития бизнеса... Ну, то есть, условно отдана, там, под эти вот уличные кафе, просто кафе? Условно отдана тому самому инициатору, вот, того самого променада. И если говорить об этом, тогда, ну, логика более-менее понятна. То есть, громко заявляется туристический маршрут, и людей водится вот по одной и той же улице, на которой расположено, в принципе, всё. Ну, как, собственно, в Казани, в Нижнем Новгороде. Я не уверен, что в Казани, в Нижнем Новгороде один предприниматель владеет всей улицей. Ну, я не насчёт того, что один предприниматель владеет улицей, а что, вот, есть часть города, часть улицы, на которой вот сосредоточено всё вот это вот, всё хождение, вся жизнь. То есть, вот, было бы более, вот, если говорить о подобных проектах, вот, вот, в целом, как, вот, инфраструктурных, да, то было бы логичнее говорить об улице Московской, об участке, там, вот, театральной площади до улицы Ленина. Вот, и, вот, и, может быть, туда вниз до вечного огня. Ну, кстати, улица Московская, мне кажется, потребовала бы меньше вложений в плане, там, реставрации фасадов, потому что она, в принципе, достаточно прилично выглядит. То есть, вот, для развития инфраструктуры это бы подошло больше. Но проблема в том, что уже приобретённые, там, активы, уже сделанный музей шоколада, находятся на поражении на улице. Вот, то есть, уже вложены деньги, и поэтому, ну, не знаю, видимо, логика подсказывает, что развитие будет на улице Спасской, если мы говорим об активности этого предпринимателя. Ну, с другой стороны, а давайте поживём, там, месяца два. Вот, а не сдуется ли весь проект, вот, с учётом последних, вот, политических событий, проект может и отмениться вообще, вот, в принципе. Потому что договаривались и с другими губернаторами, и под какие-то другие, там, вещи. Вот, через два месяца это может стать вообще всё неактуально. То есть, сейчас мы пока выжидаем. Потом узнаем, будет ли мост и будет ли колесо обозрения. Это было особое мнение Олега Ткачёва, члена общественной палаты Кировской области и руководителя Центра поддержки НТО. В студии работала Дарья Топузлиева. До встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»